Добро пожаловать в музей авиации «Авиандром»! В этой коробке лежат две пули. Во время Второй мировой войны Смирнов летал эвакуационным рейсом из Батавии в Австралию. И когда он почти достиг своей цели, на него напали два японских охотника, и он был ранен. В конце концов, он выжил, но пули оставались в его теле в течение нескольких лет. Лётчик ас Иван Смирнов, герой четырёх стран, шутил, что эти пули сбивают его компас в самолёте, и их пора вынуть. Судьба русского летучего голландца похожа на сценарий голливудского фильма, который американцы хотели снять ещё в 50-х годах прошлого века. Но Смирнов отказался от карьеры киноактера и предпочёл остаться просто королём неба. Здесь у меня есть его награды. Его королевская награда с тех пор, как он летал за КЛМ. Ещё награды и медали. Мемориальная доска за его 30 обратных рейсов в Голландскую Индию. А также очень личные вещи. В музей авиации в Нидерландах мы ещё вернёмся. А пока давайте отправимся в Россию, в город Владимир, где в простой крестьянской семье родился мальчик Ваня. О своём детстве он вспоминает так. Уже начиная с моей ранней юности, я очень интересовался машинами. В гараже я всегда возился сельскохозяйственной техникой. Но самой счастливой порой для меня было время сбора урожая. Когда в поле выезжали молотилки и косилки, я часами мог наблюдать за ними, думая о том, как бы их усовершенствовать. С началом Первой мировой войны 19-летний Иван Смирнов сбегает из дома и записывается в армию добровольцем. В последствии Иван Васильевич писал о том, что его романтические представления о войне, о победе очень быстро рассеялись. Потому что он видел кровь, потому что он видел смерть. И на его глазах во время разведывательного похода буквально разорвало в клочья его друзей. И ему выпала страшная доля. Он должен был об этом написать их матерям. И, как говорится, не было бы счастья, да и несчастье помогло. Смирнов был ранен в правую ногу пулеметным огнем и отправлен на лечение в Петроград. Диагноз врачей был неутешителен. Ампутация. Но вместо этого Иван Васильевич обрел крылья. Сестра милосердия, в которую я влюбился, вспоминал Смирнов, милая юная девушка, была дочерью секретаря великого князя Александра, основателя российской авиации. Разумеется, мы долгими часами говорили о стараниях ее отца по созданию у нас в стране воздухоплавания и о происшествиях с русскими военными летчиками. С замиранием сердца я слушал об их приключениях. Именно там, в госпитале, Иван Смирнов принимает решение не возвращаться в пехоту после лечения. Через год учебы в Московской школе авиации военного времени он получает звание пилота и начинает бороздить небесные исходы. За время Первой мировой войны до ноября 1917 года Смирнов имел на своем боевом счету 10 вражеских самолетов. И получил все имеющиеся высшие награды, которые мог получить выдающийся офицер. Например, орден Святого Георгия 4 степени и потом все солдатские Георгии всех 4 степеней. И, например, командир 19-го корпусного отряда дал ему аттестацию, характеристику. Вот, пожалуйста. Просто скромен, старателен, исполнителем и дисциплинирован. Авиацию знает и относится к ней с большой любовью. Прекрасный работник в деле истребительной авиации. В боевом отношении обладает большим сердцем. Энергичен, смел, дерзок и настойчив. 12 побед в воздушных боях, 12 сбитых самолетов. И это во времена, когда вся российская авиация – это чуть больше 200 машин. Но настоящий герой своего времени оказался изгоем. Все чаще на солдатских митингах и собраниях раздавались призывы расправиться с офицерами авиагруппы. Причем речь шла не только о кадровых офицерах, но и о бывших летчиках. Революцию Смирнов не принял. Брестский мир считал позорным. В декабре 1917 года из-за угрозы расстрела летчик АС уезжает в Западную Европу. Иван Смирнов горестно писал. «Я понял, что моя жизнь окончена. Что впереди? Ничего нет. У меня украли родину и не обрезали крылья». Он уехал в Англию, и там началась уже его вторая судьба. Иван Васильевич не меняет профессию. Во время гражданской войны в России служит военным атташе Деникина во Франции. А в 1922 году Смирнов становится летучим голландцем, начинает работать нидерландской КЛМ. А здесь это не просто авиалинии, это национальная гордость. Даже нынешний король Вильям Александр до вступления на престол был пилотом. Короля Няба из Российской империи на Западе уже знали. Теперь, как гражданский пилот, Смирнов получает мировую известность. Известно, что в октябре 1923 года на самолете марки «Фоккер» он совершал перелет из Амстердама в Лондон. И вот над Ла-Маншем двигатель заглох. Что делать? В самолете пассажиры. Смирнов пытался их успокоить. И вдруг среди огромных волн он увидел небольшую отмель, так называемые пески Гудвина. И сумел посадить самолет на эту отмель. Но она постепенно заливалась приливом. Делали отчаянные попытки привлечь внимание проходящих мимо судов. И вот сработал маяк, их заметили, и все пассажиры, и сам Смирнов были спасены. На модели «Фоккер» под названием «Пеликан» русский ас устанавливает мировой рекорд – 18 тысяч километров. Из Амстердама через Францию, Грецию, Персию, Индию и Сиам в Батавию – это нынешняя Джакарта. Полет продолжается 73 часа 34 минуты. Для 1933 года это была просто невероятная скорость. До этого на перелёт из Амстердама в Джакарту уходил не один десяток дней. В начале Второй мировой войны Иван Смирнов совершает полёт, который даже сегодня кажется чем-то из области фантастики. Он летел на двухмоторном транспортном американском самолёте «Дуглас ДС-3». И когда внезапно из-за облаков появились три японских истребителя «Зеро». А эти истребители довольно известные и мощные, и маневренные. То есть если они встречали транспортный самолёт, то это конец. И тем более японские пилоты тоже были очень искусными. Но так как Смирнов тоже был непростой человек, тоже истребитель, и он всё это прекрасно знал, и он выделывал такие виражи. Но всё равно три истребителя, извините, от них увернуться невозможно. И он получил свою порцию свинца, в том числе он тоже был ранен. И он сумел посадить израненную машину из себя самого на побережье Австралии. Но на этом история не закончилась. Она получила своё бриллиантовое продолжение. Перед самым вылетом директор аэропорта вручил ему небольшую коробочку и просил очень бережно отнестись к этой коробочке. Иван Васильевич положил её в сейф. Когда самолёт при таких невероятных обстоятельствах совершил посадку, Смирнов пытался найти эту коробку, но так и не смог. Но потом, естественно, про неё забыл. Оказывается, в этой небольшой коробке, в этом тщательно запакованном опечатанном фолькляре были бриллианты редкой чистоты на огромную сумму. Очень долго, в течение года, было расследование. Коробка с бриллиантами бесследно исчезла, её будто смыло в море. Но настоящее сокровище Ивана Смирнова было всегда при нём. Это актриса датского происхождения Марго Линетт. Отказавшись от успешной карьеры, она всецело посвятила себя мужу. Она провожала его в дальние полёты, прятала в собранные в дорогу чемоданы трогательные амулеты. А короткие нежные записки, которые Смирнов вдруг обнаруживал в карманах своей лётной куртки, делали его абсолютно счастливым и придавали сил после полёта, каким бы трудным тот ни был. В советские времена о пионере российской авиации Иване Смирнове не вспоминали. Да и сегодня информации о нём не так много. Помогают исправить эту ситуацию в нашей стране Владимир Суздальский музей-заповедник и фонд «Русский мир». Я впервые об этом человеке узнал, когда мы проводили в 2015 году ассамблею в городе Владимир и Суздале. Как раз мы поговорили там с директором Владимира Суздальского музея. Она рассказала, что такой проект существует. И мы объединили наши силы и издали альбом, в который вошли воспоминания Сао Ивана Смирнова. Это новые фотографии редкие и очень издательный альбом «Помощь потомкам», как прославили Россию русские, которые вынуждены были эмигрировать из страны. Сейчас возникла такая идея в 100 лет русского исхода установить памятный бюст Музея авиации Голландии от имени Владимир Суздальского музея фонда «Русский мир». И тем самым увековечить эту связь времен, поколений и показать неразрывность России. И снова в музей авиации в Нидерландах. Здесь имя русского летчика Ивана Смирнова давно превратилось в легенду, которую бережно хранят и оберегают. Сейчас мы стоим в точной копии аэропорта Схипхолл 1928 года. Смирнов пошел в это здание и работал отсюда. Отсюда он улетел на своем самолете в Индию. Эта эпоха строительства и авиации действительно до сих пор живет здесь с нами. По сей день место, где летчик героически посадил горящий Дуглас, носит название «Залив Смирнова». Его же имени есть улицы в шести голландских городах. Еще при жизни русский летучий голландец стал знаменитостью по всему миру. А сегодня имя короля неба вернулось на родину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова